Опять под прицелом. На этой неделе самой горячей точкой на карте АТО снова стала Авдеевка. Боевики накрывали огнем жилые кварталы. Сейчас в городе перебои с отоплением, электричеством, мобильной связью и интернетом. А все потому, что в пятницу противник обстрелял ЛЭП. В результате электроснабжение города, коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции прекращено. И отремонтировать линии бригады не могут из-за непрекращающегося огня. Наша сторона пыталась договориться с боевиками о режиме тишины, но те отказались. В каких условиях сейчас работают люди, от которых зависит жизнедеятельность Авдеевки? О фронтовых буднях коммунальщиков Геннадий Вивденко. Звуки взрывов и бесконечная канонада выстрелов. Боевики бьют по Авдеевке и окрестностям. Кто-то прячется в подвалах, кто-то работает. Меньше сделай! Разрыв только, чтобы был. Да? Где? Мы к этому привыкли. Надо просто не обращать внимания. Да. Не обращать внимания на обстрелы ремонтники в прифронтовой зоне уже привыкли. Работать приходится в экстремальных условиях, ведь именно от них зависит, будет ли свет или вода в городе. Работы приходится прекращать только если противник начинает массированные атаки. Я не имею в трубу просто старую на новую. Все, проходила. Старая труба, уже 20 лет ей. Так под звуки выстрелов, которые хорошо слышны отсюда, на Авдеевском Коксахиме проводят реконструкцию. Вот на контейнере видны попадания осколков от минометного снаряда. Мина упала буквально вот сюда. Однако здесь сейчас уже лежат новенькие трубы. На заводе идет реконструкция. Возобновляют, в частности, так называемую тушильную башню. Она готова уже буквально на 80%. Строители обещают, что полностью она будет обновлена уже через месяц. Материал есть. Все остальное, погода позволяет. Работаем. А выстрелов не боитесь? Да, в принципе, нет. За три года привыкли. Сейчас страшно, только дурак не боится. Когда летит рядом, ну, фамилий летит. Жалко людей. Наши коллеги погибли. Только на территории Коксахима за три года войны прилетели 320 снарядов. Ранены 50 сотрудников. Убиты 10. Один из них слесарь Сергей Кругленко. На месте гибели памятная Стелла. Самое жуткое отец своими руками ставил. Они бежали просто от снега. Летели мины. Они с первого цеха бежали к нам, скажем так, к себе домой. Прятаться. Не добежали. Под огнем боевиков часто оказываются и линии электропередачи, и водопроводы, и дороги. Противник бьет по жилым кварталам. Крупнокалиберный снаряд влетел именно вот туда. Предположительно, стрелял танк со стороны боевиков. Оттуда сразу вынесло три этажа. Там пострадали двое подростков. Сейчас ведутся работы для того, чтобы хоть как-то жители могли здесь дальше существовать. Жилье восстанавливают силами местных коммунальных служб. Ремонтники трудятся тоже, несмотря на постоянные обстрелы. Любые восстановительные работы несут. Есть смысл. На данный момент времени, как бы, по большей части проводятся аварийные работы, которые позволяют сохранить те или иные строения, которые пострадали в результате боевых действий. Пока установили металлические конструкции, чтобы не обрушились этажи. Надежно, как думаете? Надежно было. Рабочие зашили стены, поврежденные снарядами, деревянными плитами. Мы его отгородили от этой пропасти. Дальше тут нужны серьезные люди, проекты, чтобы он мог семью позвать домой, детей, чтобы они тут ходили и не падали в пропасть. Дома в Авдеевке, как и в других прифронтовых городах и селах, восстанавливают, в частности, благодаря помощи волонтеров и международных организаций. Ведь вопрос с компенсацией за разрушенное жилье пока на государственном уровне не решен. Кто плачет мне финансовую помощь? Кто мне дверь поставит? Государство. Где это государство? Какое государство ставите? Все за деньги будут покупать. По вопросу компенсации пока ничего абсолютно не знаю, как оно будет. Жизнь идет, продолжается. В основном мы будем жить. Я думаю, что все равно мы победим. По-любому. Геннадий Вивданко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности недели телеканал Интер из Донецкой области.